Недавно в России отмечали День работников текстильной и легкой промышленности. В этот день в Карачаево-Черкесии открылся новый учебный центр, который как раз и будет готовить специалистов для этой отрасли. Как и кто будет учиться в этом центре, чему их там научат? Об этом мы поговорим с руководителем учебного центра. Сегодня он гость нашей студии Казбек Канаматов. Казбек, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Итак, первый вопрос. Вот у нас открылся новый учебный центр, который готовит специалистов для легкой промышленности. Скажите, а чем было обусловлено такое решение? Ведь мы знаем, что в некоторых наших колледжах специалистов таких все-таки готовят. Данная индустрия – это не наследие Советского Союза. У нас не было фабрик или производств, где производили вязаные изделия, головные упоры и одежду. С 90-х годов с помощью упорного труда наших предпринимателей мы методом проб и ошибок, а иногда и ценой здоровья развивали данную индустрию. За что я безмерно благодарен нашим таким труженикам в этом направлении. И мы не просто развивались, а на данный момент мы стали лидером в России по производству именно вязаных изделий, чем мы не можем не гордиться. Но смотрите, нынешних производителей я могу сравнить с армией Средневековья, когда армия должна была и воевать, и добывать себе пропитание. Таким образом, наши предприниматели, они занимаются и производством, и захватом новых рынков, но также должны обеспечивать себя новыми кадрами, что и ослабляет их деятельность. Оценивая вот данную ситуацию и плюс к этому обращение этих же предпринимателей в Министерство промышленности или в Министерство молодежи поспособствовало тому, чтобы начать заниматься изучением данного вопроса. И это привело к тому, чтобы открыть этот учебный центр. Понятно. Но то, что наши люди делают вязаные изделия, вообще великолепные, прекрасного качества, мы все хорошо знаем. Потому что наши предприниматели участвуют во многих выставках как внутри России, так и за рубежом. И, по-моему, продукция Карачаева-Черкесии пользуется неизменным успехом. Правильно, Казбек? Абсолютно. И поэтому, чтобы подготовить кадры, помочь нашим предпринимателям развиваться, и открыли учебный центр. Но теперь давайте перейдем, более подробно расскажем, какие специальности будет готовить наш новый учебный центр. Вы знаете, я хочу отметить то, что сейчас государство реализует свои проекты не так, как он думает, а интересуясь спросом, что именно нужно, что и произошло на данный момент. Министерство молодежи совместно с Министерством промышленности интересовалось у предпринимателя, какие кадры, в каком направлении им сейчас в первую очередь нужны. И выявились основные четыре направления. Это швейное производство, швейное дело, это программирование вот этих дорогих визуальных машинок, это дизайн-моделирование и оператор вот этих визуальных машинок, к чему мы начали и готовиться. Кстати, хочу отметить, что так как я руководитель данного центра, мне было нелегко найти преподавателей, и так как я в этой индустрии более 15 лет и знаю не понаслышке боли и проблемы данной индустрии, я уже методом проб и ошибок вышел на тех людей, которые профессионалы в этом деле. Мы хотим в год как минимум несколько потоков готовить, чтобы в год мы готовили 250 специалистов. Хорошо, специальность мы с вами определили, 4 специальности. Преподаватели будут хорошие, если Казбек уже занимался их отбором, то тут можно вполне быть спокойным за то, что научат как следует. А сколько продлится это обучение? И получат ли слушатели этих курсов какие-то сертификаты, дипломы, которые потом помогут им устроиться на работу? Спасибо за вопрос. Как раз подробно хотел ответить на данный вопрос. Проблема данной индустрии заключается в том, что она как бы, вот в этом помещении есть слон, но его никто не видит. 10% населения республики занимается в данной индустрии. А я уже не говорю про тех людей, которые работали и ушли в этой индустрии. Этот центр, знаете, как сосредоточение сил, потому что производители занимаются своей деятельностью. Можно сказать, что им некогда заниматься. Подготовка кадров, развитие данной индустрии. Этот центр не просто должен обучать людей, но он должен объединить и производителей, и тех людей, которые работают в этой индустрии. Небольшой пример. Вот я, например, приезжаю на работу на машине и по пути забираю попутчиков, например, с нашего села, молодых людей, и я у них спрашиваю, ну где работаете? И они, знаете, как бы не хотя говорят, ну я сейчас работаю в цеху за 60 тысяч рублей, но я сейчас отучусь на юриста и буду получать 20 тысяч рублей. Так вот, престиж работы в этой индустрии, знаете, как бы от безысходности, от какой-то безысходности, вот это чувствуется. И вот одна из моих, один из моих целей с этим учебным центром, как раз таки поменять отношение к этой индустрии. Мы должны гордиться этой индустрией, потому что мы лидеры России вот в этой индустрии. И тем не менее, вы не ответили на вопрос, сколько длится обучение, и надо ли за него платить? Смотрите, у нас, мы, вот этот учебный центр, мы организуем в федеральной программе кадры для региона, молодые кадры для региона. Соответственно, обучение будет проходить абсолютно бесплатно. Хотя обучение стоит и не дешево, я вам скажу, потому что специалисты очень такие профессионалы в своем деятельности, поэтому для государства не бесплатно, а для всех желающих оно будет абсолютно бесплатно. То, что касается сроков обучения, это будет примерно в течение двух месяцев, три-четыре раза в неделю будут проходить обучение. Примерно по длительности он будет там длиться час-полтора, будет длиться от занятия. И таким образом, а если, например, после посещения наших курсов человек захочет углубленно изучать, то мы можем организовать и экскурсию, и даже трудоустройство в действующей вязальной цеха. Для этого у нас есть договоренность с производителями, что мы можем своих специалистов отправлять к ним на практику. Да, мы являемся лидером, но мы можем еще больше, я вам сейчас скажу, мы можем стать, я вам скажу так, легитимной столицей России в сфере вязанных изделий. Ну, как хорошо сказать, легитимной столицей. Да, мы и так являемся лидером производства вот этих трикотажных изделий, но когда мы уже будем признаны, это будет еще одной точкой притяжения для туристов. Какие плюсы для этого, для данной индустрии? В Карачаево-Черкесии вот в прошлом году посетило 2 миллиона человек. И если даже 1% туристов посетит наш рынок или приобретет какое-нибудь вязанное изделие в качестве сувениров в год, о нас будут рассказывать всей России 200 тысяч человек. Представляете, какой рупор? И это поспособствует тому, чтобы мы с теми мильными шагами развивали вот данную индустрию. Вот моя такая мечта, вы видели наш вязанный рынок? Так я только хотела сказать, вы увлеченный человек, его же в порядок надо привести для начала. Я ничего не хочу сказать, что рынок плохой, третий, десятый. Нет, вот у нас есть то, что есть, но это может стать точкой рынка. Представьте, если... Точкой притяжения. Точкой притяжения и точкой роста. Представьте, если мы на месте этого рынка построим здание не только функциональное. У нас, слава богу, есть рынок красивый, функциональный, а еще культурное. Чтобы люди приезжали туда, не только туристы, но наши люди тоже приезжали. Чтобы такое красивое, большое, культурное. Знаете, чтобы ассоциации с нашей республикой были еще вот с таким центром. Кто-то где-то в каком-то есть, например, в Италии есть Пизанская башня, в Париже есть Эйфелевая башня. А у нас рынок. Знаете, вот такой красивый рынок. И там не только производители работают в этих шоурумах, в отдельных. Там еще и красивые ряды. И чтобы бабушка даже с джигуты могла приехать, разместить свои носочки, которые она сделала своими руками, и продавать. И чтобы туристы, приезжающие, могли покупать вещи высокого качества в шоурумах от наших производителей. Так даже те же вязанные носочки от нашей бабушки. Чтобы на этом же рынке был отдел, так я вам скажу, нашей местной гастрономии. Чтобы наши местные производители, там не производители, а вот наша местная кухня могла там себе показать во всей красе. Представляете, какая точка притяжения могла бы быть? Казбек, я вас слушаю, думаю, вот какая у нас творческая молодежь, дорогие зрители. Если вас не остановить, придется вообще переделать всю работу нашей промышленности. На перспективу смотрите, хорошие планы. Мне очень интересно было вас слушать. Прекрасные задумки, дай бог, чтобы они осуществились. Потому что это действительно и рост экономики, и новые рабочие места, перспективы для республики. Ну дай бог, чтобы ваши планы воплотились. Если бы такая команда, как вы, Казбек, как наш министр молодежи, я думаю, все получится. Да, дай бог. Ну а теперь я хотел бы все-таки поговорить немножко и о другой теме. У вас машина есть? Да, есть. Я водитель с 11-летним стажем. Ну тогда к вам такой вопрос, только честно отвечаю. Да, конечно. Как вы относитесь к сотрудникам Дорожной и Патронной службы? Я к ним отношусь очень лояльно, потому что осознаю, что без них было бы гораздо хуже. Мы даже себе не можем представить, насколько было бы хуже. И знаете, мы же как люди же слабое сознание, так скажем. И мы можем проявить какую-то слабость, пренебречь каким-нибудь правилам. Даже вот застегиваться ремнем мы можем как бы пренебречь. А эти же люди как раз-таки заботятся о том, чтобы мы сохраняли свою жизнь и здоровье. Все правильно. Дело в том, что вот как раз 3 июля они отмечали свой профессиональный праздник. Ну а мы в большинстве своем как относимся? Ну подсмеиваемся, анекдоты рассказываем. А между тем эта служба и опасна, и трудна. И в подтверждение своих слов я хочу, чтобы мы посмотрели небольшой сюжет. Маршрут у автоинспекторов каждый раз разный. Все зависит от оперативной обстановки. Где-то произошло ДТП, в другом месте образовалась пробка. Необходимо контролировать движение транспорта. На Октябрьской по утрам всегда много машин. За последнее время здесь произошло несколько аварий. По статистике пик ДТП приходится на утренние часы. Инспекторы следят, чтобы водители пропускали пешеходов и не перестраивались в неположенный ряд, затрудняя тем самым движение. Составлять протоколы, задерживать нарушителей – лишь небольшая часть служебных обязанностей. Должностной инструкции – оперативное реагирование на дорожные обстановки в городе. Зовеменцы за день весны. Что это такое? Это по рации было? Дежурная часть вызывает экипаж, который находится на Ленина. Беседу прерывает тревожное сообщение по рации. В нескольких сотнях метров от нас произошло ДТП. Подъезжаем к месту происшествия. Инспекторы выясняют причины аварии, личность водителей, состояние автомобиля и другие детали. К счастью, машины повреждены не сильно. Однако даже мелкая авария может создать пробку. Поэтому важно, как можно быстрее убрать машины с проезжей части. Сотрудники ГИБДД оперативно оформляют дорожно-транспортное происшествие. Участники аварии разъезжаются. По словам инспектора ДПС, основные причины происшествия – нарушение скоростного режима и правил обгона. Это касается не только водителей, но и пешеходов. Одни ездят, как хотят, другие дорогу переходят, где им заблагорассудятся. У нас большая проблема – это с пешеходным переходом. У нас на пешеходном переходе – это даже не у нас, это по всей стране. Даже, наверное, я смотрю постоянные новости, дорожные новости. Это везде. Большую часть нарушается на пешеходном переходе, не пропуская водителей. То есть водители зачастую не замечают, телефоном пользуются, отвлеклись, сбивают пешеходов на пешеходном переходе, при повороте тоже не внимательно. У нас это огромная проблема. Но мы с этой проблемой работаем, действительно. У нас каждый день проводится. На пешеходном переходе мы стараемся выставить, приблизить, скажем, экипаж к наиболее такому опасному пешеходному переходу, и чтобы экипаж именно там работал, и проводили как профилактику, беседы, так же и привлечение к административной ответственности по статье 12.18. Беседуем, работаем. Летнее время – горячий аппарат для сотрудников ДПС. В тёплые дни, особенно ночью, любят полихачить молодёжь. А ещё нетрезвые водители, которые чаще всего настроены весьма недружелюбно. Ну, не так часто, но встречаются. Я не скажу, что они в день 10 человек, но встречаются. Да, сложнее намного, да. Даже, знаете, водители попадаются в нетрезвом состоянии. Ну, помимо водителей, ещё и пассажиры, которые выходят и начинают там какие-то права свои качать, умничать в нетрезвом состоянии. Да, ну, сложнее намного. Пытаются как-то успокоить, рассказать, объяснить людям, что как-то так нельзя, не стоит, что вы можете привлечены быть как к административной ответственности, вплоть до ареста. Любить или полихачить и проскочить по встречке, или по полосе общественного транспорта, хоть отбавляем. Согласно официальной статистике, только за первое полугодие в России произошло почти 40 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Самой распространённой причиной ДТП по вине водителей стало несоблюдение очерёдности проезда перекрёстка. Большей частью причиной является необдуманная спешка, невнимательность. И в основном, ну, как в основном бывает, и начинающие водители, у которых небольшой опыт управления транспортным средством. Опытные сотрудники говорят, в начале службы каждый ДТП воспринимается очень близко к сердцу. Но с течением времени происходит привыкание, и человеческая трагедия уже не так трубует душу. Арсен Адамоков и Владимир Павленко в полиции более 20 лет, но так и не смогли привыкнуть к виду аварии. К трагедиям привыкнуть невозможно, говорят они. Приезжаешь на ДТП, и первый вопрос, пострадавший есть, вот это самый главный и самый, конечно, важный вопрос. Если пострадавших нету, пострадает только машина, да, это намного легче. Это, ну, оформили и поехали в страховую компанию. Но когда пострадавший, это уже намного тяжелее, намного неприятно. Конечно, испытываешь очень тяжелые эмоции, очень, как говорится, тяжело на душе. И когда уже дети, тогда, да, тогда и в тройне, и дети страдают тяжелее. Привыкнуть к этому можно? Нет, к этому никак не привыкнешь. Да, переносишь чуть-чуть легче, чем другие, которые это видят пореже. Но в любом случае, как бы это ни происходило, как бы ты ни относишься, к этому привыкнешь, чтобы и оставаться равнодушным, никак нельзя. Это было, не скажу год какой, направление. Когда дорогу строили на Джигуту, там Волга заехала под грейдер, прям под заднее стекло. Да, это было очень трагически. Подробности я уже не буду рассказывать, но было очень... Человек-водитель погиб, мужчина сидел за рулем. Сами представляете, что там было, если машина... Большая часть машины заехала под грейдер, очень тяжко было, конечно. Вот эти ситуации, вот по улице Шоссейной тогда тоже было, там 9 человек погибло. Там две машины было, Мерседес, не помню, вторая какая-то Жигули была. Они лоб в лоб, не справились с управлением, молодые, все погибли. Очень тяжело. Сегодняшние требования, предъявляемые конспектору ДПС, очень высоки. Он должен знать и уметь применять на практике главные нормативные документы, действующие в сфере обеспеченной безопасности дорожного движения. Кроме того, быть хорошим психологом, чтобы найти нужный тон разговора с нарушителем, понять его. Так что эта работа не для слабонервных. Тут надо обладать особым характером. Любой, наверное, не сможет, не у всех желание, наверное, есть. Но работать здесь очень сложно, как бы не казалось. Выехал, покрутил руль, поездил, да и все хорошо. Но нет, на самом деле это все сложно. Ты должен знать, как и кодекс административный, законы ты должен знать. Ты, прежде всего, должен быть психологом. Очень должен быть психологом. Ты должен каждому человеку найти свой подход. И вот в начале нашей программы, до того, как вы пришли в студию, Казбек, я говорила, что мы в нашей программе сегодня поговорим об уважении и милосердии, сострадании к представителям одной профессии. Я как раз имела в виду сотрудников нашей дорожно-патрульной службы. Не хотелось бы завершать, конечно, нашу программу на такой печальной ноте, но тем не менее промолчать я тоже не могу. Все мы помним события в апреле этого года, когда на сотрудника дорожно-патрульной службы в течение недели было совершено два нападения. Погибли люди, были ранены. И, конечно, то, что произошло недавно в Севастополе, в Махачкале, в Дербенте, это тоже до сих пор не дает покоя. И я хотела бы рассказать нашим зрителям, привести такой пример мужества людей, которые несут эту службу. Это было в Махачкале. Во время перестрелки житель Махачкалы открыл дверь и предложил сержанту полиции забежать и спрятаться. На что он ответил, вот буквально следующие слова, я хочу их прочитать. Он отказался. Нет, меня все равно убьют. А ты зайди в дом, закройся и спрячься. Это были последние слова инспектора ДПС Хабиба Алиева. Ему было всего 24 года. Вот такие люди служат дорожно-патрульной службе. Поэтому, дорогие друзья, когда вы увидите сотрудника дорожно-патрульной службы, вы вспомните, что они всегда находятся на переднем крае. Ну что ж, наша программа завершена. Я благодарю Казбек за то, что вы пришли к нам в гости. Так интересно обо всем рассказали. О новом учебном центре, вообще о перспективах Карачаева, Черкесии. Спасибо. Удачи вам во всех ваших начинаниях, пускай они сбудутся. Спасибо. Нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был руководитель учебного центра по подготовке кадров в сфере легкой промышленности Казбек Аноматов. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Будьте милосердны и сострадательны к тем, кто рядом с вами. До свидания.